Добрый день, дорогие друзья! Значит, во-первых, наш новый 93-й сезон, он знаменован юбилеем нашего замечательного здания, на котором мы все находимся в этом сезоне, здание Театра Маяковского, исполняется 130 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ В прошлом году мы организовали несколько заседаний Московской городской думы с участием Департамента культуры, Департамента имущества, Департамента строительства. И на данный момент зарегистрировано, что мы стоим на реконструкции, капитальный ремонт в Москве среди сезон в очереди номер один. Поэтому посмотрим, надеемся, что правительство Москвы эту дату в 130 лет не пропустит, и мы потихоньку начнем готовить это здание к капитальному ремонту. Тем не менее, мы в любом случае стараемся своими силами поддерживать наши любимые здания. Если вы заметили, мы в этом году у нас дошли руки до малого зала, восстановили стены малого зала, рабочили за планшетом, поменяли наш любимый ковролин в служебной зоне, сделали несколько ремонтов в помещениях в остановочной части, ну и совместно с нашими партнерами сделали ремонт и поменяли мебель в нашем главном зрительском буфете. Еще один немаловажный юбилей, который в этом сезоне нам предстоит отмечать, это столетие народной арктистки СССР Татьяны Микамовны Краховой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Апланов. Сейчас скажу две работы, которые делают специалисты, которые у нас гостят в нашем главе. Это Светлана Васильевна Землякова. Поставить спектакль на траве двора. Он делается, он ставится на цель наследника. Наследники премьера будет 17-18 октября. Удачи! Следующая премьера. Тоже наследники. Это детский спектакль «Фабрика слов». Поставит молодой режиссер Ольга Лапина. Она приступит сразу, как завершится работа над спектаклем на траве двора. А сейчас я бы хотел, хотел бы такую мизансцену, чтобы наши штатные режиссеры прямо сели за стол и рассказали, чем вас справлюсь. С моей стороны, мы уже читали, мы уже работаем. Первой премьерой на большой сцене будет русский роман Марью Севашкевичу с автором. Художник Сергей Бархин. Художник по костюмам Мария Данилова. В главных ролях Евгения Павловна. Данила Стиваковский. Там, по сути, все в главных ролях. Работа трудная. Дай Бог дойти до конца с таким же хорошим настроением, как пока мы там и движемся. И сейчас по старшинству. Вы знаете, что я работаю в театре, впервые показалась в такой ситуации. Это Кабас. Кабас, художественную руководитель, не зная границы. Прийти на сбор трубы мало. Надо выступить перед трубой и сказать о самом таком тайном, о чем вообще даже страшно произносить. Шоу, а там Карпалский, шоу. Я еле-еле вымолвил название пьесы. Ну, в общем, друзья, не за чем вы уйдетесь. Что-то из вас скажет. А 5.25. Но я предлагаю... Очень хотел ставить свой аргумент на диету и нашел, наконец-то, это Артур Миллер и все мои сыновья. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, в общем, мы сегодня сыграем, сыграем премьеру еще раз. Сегодня мы сыграем маэстро. Теперь уже у нас радость. У нас Зоя скоро станет матерью. Поэтому у нас новая крыса пошла. Так что мы работаем. Мы уже давно работаем. Сегодня всех будут ждать там. Теперь лето. Лето было чтецким. То есть пришлось очень много почитать. И всяких много разных въезд. И я принес список. Это, я понимаю, что под руку это ужасно. Начали прочесть этот список и потом отрицать все, что будет принесено. Но, тем не менее, я назову просто вот сейчас. На данный момент есть вот три автора, о которых идет речь. Это Розинский, раз. Бродский, два. И Франсуаза Саган, три. Голосуй. Потому что я не усеял, может быть, через месяц приступлю, а кто-то уже выпускать начинал. Так что это... Я скажу обязательно, естественно. Как только под руку твердит, я скажу. Поверьте, что номер авторы, вы понимаете, замечательные. И то, что собираюсь делать, мне кажется, очень ответственно и страшновато. А что Франсуаза Саган? Нет. Франсуаза Саган? Хорошо, я скажу. Потому что у нее два названия. И поэтому одно из них, я скажу. И днем, и ночью хорошая погода. Вот видите, как вы, не знаю, это радость. Это одна из последних, не знаю, замечательная. Существует два перевода. В общем, когда вдруг утвердит, тогда иначе. Все, я все сказал. Вот, вручу вас. Здравствуйте. Очень волнительно. Тут говорить что-то, выступать перед трупами. Ну ладно, я буду краток. Значит, я поставлю, попробую поставить в этом сезоне пьесу «Кавказский миловой круг» Бердер де Брестер. Вот. Значит, эта пьеса, когда 60-е годы, отшла в театре Маяковского. Но этот приятный факт уже выяснился после того, как я предложил эту пьесу театру. Художником будет постоянный мой соавтор Михаил Кроменко, главный художник в Террорийского театра Геша. Что касается распределения, то еще несколько позиций необходимо уточнить, поэтому полностью мы его пока сегодня не объявляем. Скажу только, что Горуше роль исполнит Полина Мазарева, а с Дака – Игорь Матвеевич Кистолевский. Премьера намечена в апреле 2016 года на большой сцене. Это музыкальный спектакль, там много зонтов. Музыка будет браться с автора Бердера Брестера, Паулия Десабова. Работы будет стоить много, она будет очень трудной, сложной. Начнем репетиции, наверное, с октября. Вот так. Спасибо. Я помню, что спектакль, ну не все помню, но Кавказский главный круг шел для Маяковского и роль Грушей уже исполняла Галина Анисимова, а Давида Анисимова, а Давида Анисимова, а Александр Лазарев, старший. И сверху! Здесь. Так что мы в некотором роде немножко возвращаемся. Возвращается цена. В пост Ленде Фимовича и Хейфица с новым исполнителем. Уже вот сейчас будет спектакль. Будет играть роль Григория Саванона, исполненный народный артист России Игорь Ясулович. Пятые должны быть дебютанты. Обязательно. И, наверное, таким человеком станет у нас, я надеюсь, что режиссерский дебют. У нас состоится студент пятого курса, который в института имени Щукина, курс Римаса Туменса. Ищущера зовут Анатолий Шулин. Мы пока ищем материал. Человек очень интересный, талантливый. Задача его съесть. Показать, как трудно работать в репутарном театре. Значит, как обычно, в начале сезона, сентябрь-октябрь, время фестивалей. Поэтому в сентябре-октябре спектакль «Последний» поедет в город Яославу на Волговский фестиваль и в Нижний Новгород на фестиваль Максима Горького. Также мы участвуем в фестивале «Пост-тефлемовское пространство». Они пригласили спектакль, эти фильмы «Черкейберс и не все готовы, а свинца». И в октябре же спектакль «Любовь людей» едет в Галову с гастролями на родину автора в Белокусию, в город Бобруйск. Как уже сложилось по традиции в конце сезона, сроки будут еще уточняться. Мы поедем на большие гастроли в рамках программы «Большие гастроли» федерального центра, гастрольного центра премьер-министерства культуры. Так сложилось, что мы с вами ездили по крайним точкам. Были в Тыве, были в Карелии, были в Калининграде. А теперь мы поедем чуть дальше. Мы поедем в Владивосток, у Сурии есть находка. Ориентировочно это будет, мы надеемся, в мае-июнь месяц. Это будет зависеть от свободных площадок. Виртуально, естественно, будет зависеть от того, какие площадки непосредственно выйти в городах. Поэтому, как только мы сверстаем весь план, соответственно, будет понятен наш с вами гастрольный график в эти регионы. Ну и, соответственно, бывает такое, что в течение года мы периодически нас кто-то куда-то приглашает. Поэтому, возможно, какие-то дополнительные выезды состоятся еще. Переговоры по гастролям ведутся постоянно. Поэтому такой мялотекущий процесс. Будем постепенно держать вас в курсе. Ну вот, в общем-то, сегодня и все. Сегодня у нас с вами открытие сезона и на основной сцене премьера Владимира Священия, на сритинге маэстро. Всем удачи, успехов и хорошего, счастливого сезона. Спасибо. 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 Спасибо.